Бархатный сезон – не менее жаркая пора для отпусков, как отмечают работники туриндустрии. В этом году у нижегородцев в связи с последними событиями в мире особой популярностью пользовались отечественные зоны отдыха, побережье Краснодарского края и Крыма. Правда, именно в преддверии бархатного сезона по этим направлениям сейчас найти выгодные путевки уже практически невозможно. На первом месте у нас в этом году идет наш внутренний туризм – это Крым и Сочи, регионы. Но там уже достаточно большое количество наших туристов, все хорошие отели в основном проданы, а если что-то еще осталось из пансионатов, там санаториев что-то не продано, то цены достаточно высокие, они даже несколько выше, чем на такие же подобные туры за границу. В отсутствие на туристической карте привычных Египта и Турции привлекательно смотрится сразу несколько курортных направлений – Болгария и Греция, а также Безвизово и Кипр, и Тунис. Кстати, как отмечают эксперты, если бы сейчас, к примеру, открылся Египет, наплыв туда отдыхающих был бы неизбежен, что нельзя сказать о береге Турецком. В июле месяце только-только разрешили регулярные рейсы в Турцию, то пошел всплеск, пошел всплеск, звонков было очень много, клиентов было очень много, и даже уже предполагали, что вот-вот откроются чартеры, даже их начали продавать, и мы в том числе. Но потом случился переворот, все остановили, и на сегодняшний день как-то Турцию мало кто спрашивает. Ну, уже все, наверное, побаиваются. Нельзя не отметить, что в последнее время среди наших туристов прослеживается особая активность по направлениям вглубь страны. Золотое кольцо России, Горный Алтай, Байкал и прочие региональные достопримечательности все чаще входят в маршрут отдыхающих соотечественников. На этом фоне вырос и спрос у туристов на знакомство с Нижним Новгородом и нашей областью в целом.